Здравствуйте, мои дорогие! После лучей терапии, конечно, состояние было нехорошее. У меня там была тошнота, боли у меня были сильные. Потом начинается с уколов, даже пью соду, таблетки. И потом дальше делала свои дела. Вот что делать, если, не дай Бог, конечно, случится то, чего мы все опасаемся, но вот что делать с Амером, если, к примеру, не дают семью, его отдают, как я понимаю, в детский дом? Ну, обычно, да. А вот как это определяется? Органы, опеки, управляют все. Ну, я думаю, в этом случае, наверное, найдем выход из положения. Тут подключились Фазлеева, Элла, Ренатова, в принципе, к примеру. Сейчас вот Бузель-Любисинова, полношенка, права Майгорника подключилась. Ну, я думаю, что... Ну, у нас в Татарстане не дают таким деткам пропасть. Они находят семьи или в детдомах. Ну, нет, детдомов все меньше становится. У нас сейчас, кстати, семьи в очереди стоят, чтобы усыновить детей. Слишком больных туда не забирают. Поэтому они находятся в интернатах, находятся в ПНИ, у техно-норологических интернатов или где-то. Потому что слишком тяжелые дети, а адекватные, нормальные дети, они нарастут. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.